Всем приветик, вы на канале Creative Heaven, я начинаю свой новый хобби-влог, точнее я переснимаю начало, потому что я случайно удалила, видимо, ролик начало. На начало месяца у меня уже выполнено три работы, вот, так, и сейчас, вчера мне свекровь отдала мэджики, она ими особо не раскрашивает вот этими, ей в основном коричневый нужен, вот, у меня большая достаточно палитра тоже мэджиков, сейчас не знаю, достану их или нет, где они у меня тут лежат, я уже и забыла, куда я их спрятала, вот, куда-то спрятала, короче, пока найти не могу, ну да ладно, ну, в общем, у меня теперь еще в коллекции пополнилось пятью мэджиками, я бы еще хотела, конечно, какие-то оттенки, вот, это не самые темные фиолетовые, есть еще темнее, и с вами мы сейчас сделаем выкраску этих мэджиков, а вообще, у меня уже, кстати, блокночек наполовину заполнен, надо еще некоторые выкраски доделать сюда, которых у меня еще нету в наличии, и почти закончу свой блокнотик, так, ну, давайте с бледных, с желтых, первый идет вот такой желтый, он с оранжевым смешан, и здесь получается темный оранжевый, светлый оранжевый и желтенький светлый, давайте посмотрим, что он тут из себя представляет, мне интересно, ну, как тут, знаете, мне, что не нравится в мэджиках, то есть, как бы, идея прикольная, но у них какой-то суховатый грифель, правильно, да, по-моему, называется, цвет неплохой, прикольно, в каких-то раскрасочках можно применить, там, поэкспериментировать, как-то так, если еще их смешивать блендером, тоже было бы неплохо, но они как-то суховато рисуют, и не на каждую бумагу подойдут, вот, на более мягкую, ребристую такую бумагу будет хорошо, а вот на гладкую, как здесь, они прям скользят просто, это минусом, я считаю, вот, но, опять же, бумага тоже имеет многое значение, здесь у нас идет желтый, красный и розовый, вот это интересное сочетание, посмотреть, что же здесь, ну, в основном встречается красный с розовым смешивается, ну, тут будет получаться такой оранжево-красный цвет, если полностью его смешать друг с другом, так, давайте пойдем теперь по бледному, у меня такое ощущение, что я, надо было все-таки голубой, наверное, забирать, потому что, по-моему, синий у меня есть, но я потом это попозже проверю, ну, давайте розовенький, здесь он такой телесно-розовый цвет, он бледно-розовый и темно-розовый яркий цвет, сейчас посмотрим, как он красит, вот иногда бледные розовые оттенки, да, ну, и вообще не только бледно-розовый, они не видны бывают в цвете, вот, допустим, у меня, если не ошибаюсь, в сером, светлый серый вообще не рисует, его даже не чувствуется, а темные оттенки красятся хорошо, и вот это минус серого карандаша, здесь вроде бы пока прикольно, надо на мандалы попробовать их задействовать, и мне интересен вот такой, и еще хочу, ну, я как-нибудь, если будут какие-то бонусы, будет какая-то скидка хорошая, если найду набор большой манджиков, то, может быть, себе как-нибудь их прикуплю, мне нравится потемнее еще есть в большом наборе фиолетовый, вот, было бы интересно посмотреть, а здесь у нас идет, по факту, тоже три цвета, такой один фиолетово-розовый, что ли, темный, холодный даже оттенок, один синий прям темный, и один вот просто бледно-розовый, интересное сочетание, конечно, что из этого получится, вот он синий идет сверху, такой фиолетовый, сейчас до розового, наверное, дойдем, хотя что-то я розового тут не чувствую, ну, неплохо, если, в принципе, наслаивать, то цвет еще более-менее как-то интересный, нужно просто знать, куда применить такую расцветку, ну, и синий попробуем, ну, не помню, то ли голубой у меня есть, то ли синий, сейчас посмотрим, по выкраске будет понятно все-таки. Ну, здесь синий хорошо, что тут просто разные оттенки, особо никак он не отличается, просто смешанные оттеночки, и получаются такой вот интересный, переливающийся, так скажем, да, синий, интересный расцветчик, вот этот прикольный карандашик, в общем, 5 карандашей еще в моей коллекции пополнилось. Так, у нас уже наступило 3 февраля, ну, сейчас время час ночи, без 10, я решила начать вторую, точнее, иллюстрацию уже делаю, сотворили, начну, точнее, уже начала первую самую иллюстрацию, ну, за исключением вот этих вот, я даже не знаю, как они называются, начало этой раскраски, вот, я решила начать следить, знаете, как-то вот у девочек смотрела, они раскрашивали, у них были такие иллюстрации, ну, знаете, легкие достаточно, крупные предметы они раскрашивали. Сейчас я листаю раскраску, понимаю, что тут ничего крупного нету, здесь все мелкое, везде куча всяких деталей, ну, понятно, это мандалы, без них никуда, но прям вот таких, чтобы, знаете, более легких узоров, даже не то, чтобы мелких, а более легких узоров нету, они все почему-то какие-то замудренные. Вот это вот была самая, наверное, простая из всех, которые здесь есть, вот, еще проще я, в общем-то, особо не нашла. Ну, вот тут вот буду разбираться, что, где, как, зачем, почему. Решила зелеными оттенками, раскрашиваю вот этим набором с фикс прайса, решила попробовать, не очень мне нравится. Ну, фломастеры вроде как бы хорошие, и вроде как здесь бумага тоже такая неплохая, гладкая достаточно, 100-граммовая примерно. Вот, и, кстати, давайте посмотрим, протекает или нет. Вот зеленый протекает, темный, точнее, яркий вот этот вот зеленый. Вот, и, короче, ну, что-то мне не нравится, как они здесь ведут себя, полосят, скатывать бумагу сильно-то особо не скатывают, попроще некоторых фломастеров, поменьше, то есть можно и в три слоя спокойно нанести, ну, уже в три, конечно, перебор, вот, но два слоя с легкостью выдерживают, на третий уже начинают более, точнее, сильнее скатывать бумагу, но они ее, как бы, не то, чтобы скатывают, а при наслаивании на кончике скапливаются просто от бумаги вот эти вот ворсинки, так назовем, но их не видно там сейчас было, и получаются вот такие вот, как полосы, да, то есть, когда наслаиваешь. Вот, получается, в несколько слоев я сделала, здесь такое более нормально, тут я без слоев делала все остальное, ну, в общем, цвета прикольные, вроде как бы все прикольно, но вот единственный минус, да не то, чтобы минус, может, просто они слишком жидкие, поэтому, как бы, бумага на кончике остается, не знаю, посмотрим, там дальше будет видно, ну, в общем-то, сами по себе они неплохи, но я привыкла к брашам, поэтому для меня фломастеры немного не то, вот, ну, в общем, посмотрим, сегодня, я не знаю, сегодня навряд ли я закончу, сейчас парочку деталей докрашу и пойду уже все-таки тоже спать, завтра продолжу, завтра, если закончу эту иллюстрацию, то и начну какую-то другую, то обязательно вам покажу. Наступил новый день, 3 февраля, у нас на календаре сегодня, время уже 2 часа дня, я, в общем-то, сделала две работы, ну, они самые легенькие такие были, в малышке, в книжечке, ну, вначале вы видели, как бы, чего я рассказываю, да, сейчас я решила приступить к дневным грезам, буду раскрашивать Альберис Дюрер, но перед этим нужно сделать выкраску, я забыла, я же не все новые карандаши, я не делала выкраску на них, вот, поэтому нужно сделать выкраску, чтобы знать, вот, иллюстрацию я выбрала, у многих девочек вы ее видели, в раскрашенном уже, так, сейчас она, вот это вот, может быть, как разворотом раскрашено, ну, в смысле, это, конечно, две отдельные иллюстрации, но они так летние, типа, подходят друг к другу, вот, ну, хотя рыбок я не умею раскрашивать, но попробовать можно было бы, ну, а так приступлю изначально вот к этой иллюстрации, поэтому сейчас сделаю выкраски акварельных карандашей, которых у меня нету, и буду приступать уже к работе, к этой, вот, выкраску тоже покажу, что-то я еще хотела сказать, что-то вылетело из головы, а, хотела времена года пораскрашивать, но решила оставить времена года на конец февраля, я там выбрала весеннюю иллюстрацию, так как, так скажем, в последний день весны я открою сезон, да, как это называется, весенний, ой, в последний день зимы я открою весенний сезон, вот, и в конце февраля раскрашу весеннюю иллюстрацию, вот, так что я сейчас буду заниматься дальше работой, надо делать, раскрасила я лисы и совы, и сотворил мандалу одну раскрасила, мне, конечно, результат не очень понравился, но уже в итогах его увидите, так что буду приступать сейчас к выкраске. Сегодня уже 4 февраля, продолжаю хобби-влог, вчера очень рано легла спать, поэтому не доделала вот эту вот иллюстрацию, проснулась сегодня рано утром, 6 утра всего лишь-то, вот, устала я еще раньше, конечно же, и села за раскрашивание, вот так вот у меня получается, ну, не знаю, что из этого выходит, ну, здесь такая достаточно простенькая иллюстрация, вот, я делаю по примеру, ну, то есть как в настоящем выглядят эти лотосы, так я их раскрашиваю, вот, единственное, что нужно будет на контрасте, как-то вот этих вот стрекоз раскрасить более темным, потому что здесь слишком много такого вот светлого, да, чего-то такого вот яркого, хочется немножечко сюда какое-то вот добавить яркое пятно, так скажем, потому что розовый все равно такой бледноватый достаточно, вот, сделала вчера выкраску всех уже своих карандашей, которые у меня не поместились на один лист, пришлось на второй, но я в любом случае еще, наверное, порядка 10-15 карандашей буду покупать, поэтому останется место за то, вот, пока что сегодня не знаю, что еще я буду раскрашивать, но, наверное, сегодня я продолжу Disney свой, потому что у меня, я начала не челлендж, ну, что-то типа того, рандомайзер, в общем, выбирает у меня картинки на месяц, и я еще не приступала к Диснею, надо, наверное, вот закончу Ханну Карлсон и буду раскрашивать Дисней, но Дисней будет уже в другом ролике, конечно же, этот ролик у меня посвящен нескольким работам, которые делаю в начале месяца. Так, ну, в общем, в таком у меня уже получается вот так вот эта иллюстрация, осталось немного, я вот думаю, что-то с водичкой сделать, но вот не знаю, как бы кружочки здесь особо не сделаешь, эти, как, не волны, как они правильно называются, кто-то, там капелька попадает, или камушек, и... Короче, круги появляются на воде, я не знаю, здесь навряд ли это получится, маленькое слишком пространство, да, для таких кружочков, есть только самый маленький кружочек, но я не знаю, навряд ли такое я буду делать. Так, у меня кошка с ума сошла, короче, тут опять горшок свой теребит. Короче, в общем, так вот получается иллюстрация, и смотрела ролик... Я путаю постоянно, у Натали, по-моему, смотрела, да, у Натали смотрела, короче, они... У нее там заметила планы такие интересные, но я это сделала не как планы, а как цели, только, правда, подписала как планы в итоге все равно, но у меня до лета цели на год пока не стало, прям так расписывать все, посмотрим дальше, как пойдет дело. Ну, естественно, мне нужно научиться работать с тенями, научиться раскрашивать портреты, делать их лучше, и научиться делать фоны гуашью хочу. Вот, и запланировала... Ну, у них на год был... Блин, как называется? На год у них были планы, а я как цели сделала раскрасить 15 иллюстраций в раскрасках Анны Карлсон, также 5 в Средиземье планирую сделать за полгода, 5 иллюстраций в Кербер-Азанасе, так как придет еще новая от Кербера красочка, и так, 5 иллюстраций в Мария Тролли, и хочу 10 иллюстраций раскрашивать с фоном из гуаши, короче, чтобы фон был гуашевый у нас, вот. Ну, не знаю, что из этого выйдет, как-то сидишь, когда в голове слишком много планов, все думаешь, задуманное получится, ой, кошка достала, вот, но по факту как-то не такие все равно планы получились, которые я бы хотела записать, ну, посмотрим там дальше, может быть, постепенно-постепенно буду заполнять еще список чего-то такого, вот, посмотрим, как получится все из этого. Так, ну и планирую сегодня закончить, сейчас до обеда надо бы закончить Ханну Карлсон, и, не знаю, либо посмотрю у Даяны Джей ролик, и, ну, поучусь в Game of Thrones раскрашивать, либо нужно будет доделать иллюстрацию в фантоморфозах или в Средиземье, посмотрим дальше. Ну, если что, я включусь, хотя по факту не обязательно бы показывать фантоморфозы со Средиземьем, потому что там уже ничего нового не появилось, осталось так докрасить немного, и смысл показывать что-то дальше. Теперь я без закладочек решила сделать вот такое вот, ну, покупала я в темпе у нас. Ой, блин, что у меня в голове? Закладки, стикеры, нити, слова, когда снимаешь ролик, поэтому, если что, не обращайте внимания вообще на мой диалог, как я что рассказываю, потому что, ну, вправду, вот, знаете, сидишь-сидишь, все нормально, в голове вроде бы все те мысли, которые нужны, все слова знаешь, все помнишь. Начинаю снимать ролик, о чем-то говорю-говорю, и в итоге вылетают все слова, думаешь, блин, как, что называется? Короче, скрепка, вспомнила. Вот, в общем, такие вот у меня дела. Ну, пока что планирую только эту иллюстрацию Хани раскрасить, посмотрим, как там дальше пойдет, может быть, что-то еще другое, ну, именно из этой раскраски, не знаю. Здесь выбор, в принципе, легкого много в этой раскраске, дальше будет видно, короче. Ну что ж, так, у меня получается, три иллюстрации уже закончены на 4 февраля, неплохо. Три раскраски было задействовано, и хочу по мастер-классу, как я уже говорила, Даяна Джей нашла одну иллюстрацию пораскрашивать вот в этой раскраске. Ну, у нее тоже Game of Thrones, только в другом издании была. Вот, у меня в таком, и видно, что немножечко обрезанное, если сравнить с другим. То есть здесь пару миллиметров обрезано было в небе, и, наверное, еще вот тут внизу, возможно, тоже было обрезано. Ну, а так, в общем-то, в целом, ничего не теряется в рисунке, все то же самое, в принципе. Конечно, мне немножечко не... Ну, то есть у нее мастер-класс, она заливает все акварелью одним цветом, потом там дорабатывают уже все остальные детали, где-то карандашом и так далее. Не знаю, что мне из этого получится, но посмотрим. Ну, в общем, хочу попробовать вот эту иллюстрацию. На видео все очень просто выглядит. Ну, как будет в реальности, не знаю. Я приготовила вот эту вот акварель. Это у нас Эрик Раус. Потом у меня есть акварель луч. Такая вот, ну, профессиональная у меня, конечно, нет. В тубах у меня тоже нет акварели. И еще от Девента вот такая вот у меня есть акварель. Посмотрю по палитре, что да как, где больше расцветок, то, наверное, буду использовать. Ну, вот эта, наверное, здесь побольше. Сколько тут у нас цвета? Давайте посмотрим. 24 цвета, здесь 18, да, а тут вообще 16. Ну, может быть, что-то из каких-то наборов брать буду. Надо попробовать все-таки. Раз спланировала акварелью порисовать, значит, нужно попробовать. Кисть еще пока не подбирала. Достала вот эту вот одну. Надо будет сейчас помыть ее. Также все свои контейнеры эти для жидкости подоставать, понаходить, потому что все спрятано от девчонок. А то они у меня постоянно все трогают. Я уже даже и не помню, куда все положила. Но один вижу, вот остальные не знаю, где буду искать. И кисти тоже буду искать. Постоянно перекладываю у себя рабочее место, поэтому не знаю, где у меня что сейчас лежит. Вот, достану все кисти, какие у меня только есть, и какими получится раскрашивать, теме и буду. Ну, по ходу дела покажу вам уже, что же здесь в итоге получается, и получается ли вообще. В прошлой части я показывала раскраску Игра Престолов. Вот, и в тот день я пошла, сегодня у меня уже шестая ночь, четвертого числа я пошла и купила краски Сонет. Я показывала их в покупках, ну, и сделала сегодня выкраску. Ну, я первый раз делаю выкраску из, ну, акварелью из кюветок выкрашиваю, поэтому старалась много не брать краски, хотя можно было, в принципе, и больше взять цвета, чтобы передать настоящую насыщенность этих красок. В кюветках, конечно же, они выглядят намного темнее, не такие, вот в синии вообще очень темные-темные. Решила попробовать. Использовала я при нанесении аквареля вот такую вот кисть. Это пони. Кстати, у нее очень понравилось, удобно. Либо это краски такие хорошие, что они очень сильно отличаются от обычных акварельных детских красок, либо это кисть удачная под акварель. Ну, подобрала я. Это у нас пони, как я сказала. Возможно, пони подходят именно к акварели. Ну, палитра должна была быть вот такой вот. Единственное, с синим я не поняла. Как бы голубой, вот он наверху, этот голубой. Но он по факту... Ну, в принципе, нет. Соответствует, в общем-то, да. Но я бы это голубым не назвала. Это все-таки синий. Но, опять же, да, смотря, сколько краски брать. Если совсем чуть-чуть, то она, конечно, будет совсем светлая. Если еще больше, то она будет уже темная. А синий ультрамарин светлый, он получился вот такой, но я его очень мало взяла. Вот. И у меня очень много воды было, поэтому здесь вот есть подтеки. Видите, еще не высохло даже до конца. Но это так. Это у меня чисто набросок. Я хотела посмотреть быстренько. Накидала расцветки. И вот этой акварелью я буду тогда красить в Игре престолов по мастер-классу Дайана Джей. Вот. Я уже подобрала иллюстрацию. Я показывала вам. Так. И сменила фон. Как и обещала в комментариях подписчикам своим. Сделала новый фон. Как-то термосалфетки с фикс-прайса надоели, потому что все они есть у каждой практически. У всех одинаковые фоны получаются в основном. Ну, не у всех. Я утрирую, конечно же. Но у большинства людей одинаковые фоны. И я была на днях на распродаже. Я взяла вот такую вот клеенку на стол. Но я ее обрезала. Там угол обрезала. Здесь пришлось немножечко вот подрезать. Также. Сейчас. Вот здесь вот подрезала. И такая вот она у меня получилась. Короче, так мне будет удобнее намного, потому что здесь ничего не загибается. Ну, из-за того, что она новая немножечко загибается, я хотела приклеить ее скотчем. Неважно, каким-то посторонним, обычным. Но решила, что этого делать не буду. Вот. Потому что я на весь стол не стала полностью на стол тянуть. А сделала только до этой. Думала, не буду вырезать. Все равно пришлось немножечко. Я много взяла миллиметров. Ошиблась на 2 или 3 миллиметра. И пришлось немножечко круг вырезать. Но это так. Не беда. Вот. Ну, сегодня я уже навряд ли что-то буду раскрашивать. Ну, что ж. Я буду, наверное, уже сейчас завершать свой хобби-влог. Все-таки надо еще на середину месяца ставить работу, показывать. И сегодня мы опять были в Читай-городе. Я хотела купить книгу по психологии. Но так и не смогла мне определиться. Там их больше тысячи экземпляров. Что мне надо, я так и не поняла. Плюс народа было много. Все толкались. И, в общем, я взяла только раскрашивательные. Взяла я вот такую вот папку от Эрик Краус. Эрик Краус. Она будет у меня для раскрасок, которые я печатаю. То есть я пока что сюда просто вклею листы, которые будут для раскрашивания печатать. Вот. А потом, если все-таки я куплю этот... Всегда хочу сказать дырокол, но он по-другому называется. Шиватель. В общем, я его шивателем называю тоже. Я забыла, как он правильно называется. По-разному его. Брошюровчик и еще как-то он называется. Когда куплю, тогда уже буду именно прям делать нормальные раскраски. А пока буду складывать все сюда, скорее всего. Вот. Такую папочку купила. И дальше у нас идет, вы уже видите, одну раскрасочку. Это Миллион ленивцев я нашла. Тоже уже все разбросано в отделе раскрасок. И туда книги лишние добавили. И из-за раскрасок убрали в другие отделы, пораскладывал сам народ. Вот это, что некрасиво делают, что берут и переставляют в разные места раскраски, книги и так далее. И вот это вот плохо, что нас так люди делают в нашей стране. В общем, взяла еще Миллион ленивцев. Насколько я знаю, многим девочкам именно она больше всего нравится. Здесь двусторонние иллюстрации. Сейчас немножко по листам. Здесь также на черном фоне. Но они, в общем-то, да, я быстренько пролистнула раскрасочку. Такие достаточно простенькие есть иллюстрации. То есть в сравнении с другими тут, наверное, попроще будет как-то так раскрашивать. Спокойнее, поинтереснее, так скажем. Ну, в общем, я ее полностью листать не буду, но здесь очень много милых, достаточно иллюстраций. Посмотрим, как у нее будет тянуться рука этой раскраски или нет. Надо попробовать будет, но это, скорее всего, в следующем месяце, потому что в этом у меня много еще чего запланировано. Вот. Ну, в общем, такая вот интересная раскрасочка. Прикольная. Таких было представлено у нас там где-то пять или шесть. То есть миллион ленивцев, потом там, по-моему, кошки, что-то с кошками связанное, что-то еще. Четыре или пять раскрасок было в такой серии. Дальше я взяла вот такую вот книжку. Там были и другие книги, их было много. Были не только портреты. Альбом для скетчинга. Ну, вообще здесь как бы уроки. То есть тут показывают, как рисовать. Так как все-таки я люблю Ханну Карлсона, у нее много портретов, и у меня есть тоже достаточно большое количество раскрасок с портретами. Поэтому мне такая книжечка очень даже нужна. Плюс в ней сразу же можно и почитать, и потом дальше вот можно здесь самому уже тренироваться, рисовать. Здесь все подробно должно быть описано. Расположение части лица. Тут вот такие вот ракурсы лица разные. Это очень интересно будет почитать, узнать, потому что все-таки как бы практика практикой, но все-таки теория какая-то в раскрашивании и в рисовании тоже в любом случае нужна. Вот поэтому буду тренироваться. То есть если я пойму по самому рисованию, где нужно и как ставить тени, да, то в принципе в раскрашивании уже применяя карандаши, это будет намного проще делать, нежели сейчас, когда просто смотришь какие-то небольшие мастер-классы. Также здесь вот про глаза. Вот как раз-таки эту тему мне очень интересно будет пройти, потому что я не умею вот эту вот переносицу именно раскрашивать. Плюс там нос, там дальше тоже будет все это. Я быстренько так покажу. Также вот тут губы, чтобы рисовать, улыбка. Ну, в общем, все в таком духе, очень много интересных. Даже волосы, о, про волосы тоже очень хорошо, было бы интересно посмотреть. Ну, так вот получается. Так, где у нас тут, хотелось бы, ну, даже леснушки даже рассказывают, показывают, и где же у нас тут идут именно нос. Ну, наверное, уже я его где-то пролистала. Нос этот наш. Ну, да ладно, в общем-то, в принципе, здесь есть все, как так скажем, да. Может быть, потом еще докуплю, когда деньги еще будут лишние, то можно будет еще, в принципе, докупить, скажите мне, я скажу, не только про портреты, но и про все остальное. Там также есть и архитектура, есть и все вместе в одной книге, вот. Вот, но они такие подороже уже, я взяла более дешевый экземпляр, и здесь, в принципе, достаточно понятно все. Обошлась мне эта книжечка в 263 рубля. Ну, посмотрим. Надеюсь, я притронусь к ней в скором времени. Ну, также все-таки взяла я вот такую вот малышку. Не планировала первый раз, когда смотрела, как-то думала, да нет, что, знаете, у девочек смотрела, была, эта раскраска была более интересна. Ну, в общем-то, первый раз посмотрела, мне не понравилось. И, кстати, она немножечко испорчена. Здесь загнутый угол. Ну, ничего страшного, это я выпью, в принципе, это не проблема, не такая уж проблемка будет. Давайте я быстренько полистаю, может быть, для себя уже увижу какие-то интересные иллюстрации. Мне нравится кофе, я люблю коричневые оттенки, поэтому здесь по факту мне должно доставлять удовольствие такая раскраска, такие иллюстрации, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим, что из этого всего выйдет у нас. Ну, в принципе, неплохо. Ну, я еще многое пролистываю, поэтому, может быть, пролистывая я и пропускаю эти иллюстрации, которые у девочек видела раскрашенные, которые мне нравились. Вот, из такой серии раскрасок очень много представлено разных, но в основном все они про кошек. Почему все раскраски так любят кошачью тематику печатать, не знаю почему. Вот я, допустим, не фанат кошек, мне не нравятся кошки, зачем их везде пихают? Я понимаю, есть любители, ну, создайте вы одну серию, да, там, допустим, даже вот в таких раскрасках, в этих малышках я нашла 6 раскрасок на кошачью тематику. Зачем вот из этих всех серий столько много делать кошачьего? Я понимаю, многие фанаты кошек любят многие кошек, я с этим не спорю, против ничего не имею, но все-таки раскраски нужно делать разнообразными. И как бы я бы поняла, если бы были бы разный формат, да, там, большая раскраска где-то там какая-то, да, с кошками или еще что-то. Но именно из этой серии 5 или 6 раскрасок стояло кошачьей тематики. Вот этого я не поняла прикола. Ну, в общем, вот такие были покупки на сегодняшний у меня еще день. Покажу все это в хобби-влоге в своем, потому что, потому что решила завершить я на такой ноте этот ролик, потому что планирую все-таки еще два хобби-влога как минимум выпустить. Вот. И как раз мне все эти иллюстрации, которые еще не раскрашены, нужны будут на этот, на следующий хобби-влог. Вот. Ну да ладно, в общем, не суть. Я надеюсь, вам понравился данный ролик. Если это так, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Скоро у меня будет еще больше и намного лучше работы. Всем спасибо и всем пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.